Пенсионному фонду 25. В этом году одна из крупнейших российских структур отмечает очередной юбилей. Фонд был основан в 1990 году и сегодня выплачивает пенсии 40 миллионам жителей страны. В Балаковском районе в честь юбилея решили продемонстрировать, что пожилые люди живут не менее насыщенной жизнью, чем молодые. Тему продолжит наш корреспондент. Шахматный турнир двух поколений. Пенсионеры Балакова сходятся в борьбе с местными школьниками. Василий Зубарев, как более опытный шахматист, во время игры наставляет начинающего Диму. Правда, школьник и сам соперник сильный. Они теорию знают. Я-то не изучал именно теорию как таковую. Серьезно. По книжкам просто. Они, видишь, в шахматном клубе. Все-таки очень полезно и хорошо. Турнир между пенсионерами и школьниками – одно из мероприятий, приуроченных к юбилею пенсионного фонда. Структуре в этом году исполняется 25 лет. Балаковское подразделение не просто выплачивает пенсии, но и помогает пенсионерам вести активную жизнь. В этом году выпускается первый поток местного колледжа. Программа обучения ориентирована на пожилых людей. Здесь учат управляться с компьютером и пользоваться интернетом. Одной составляющей нашей программы является изучение государственных услуг. На сегодня информационные технологии настолько быстро входят в повседневную жизнь, что адаптация пожилого населения – это остро стоящий вопрос. Пройдя у нас обучение, они могут, не выходя из дома, пользоваться государственными услугами, регистрироваться. На этих социальных сетях, конечно, нахожу своих давнишних друзей, однокурсников, одноклассников. Встречаюсь с ними в других городах. Очень интересно. Есть и простор для творчества. Многочисленные мастер-классы, организованные в Балаково, помогают пенсионерам находить новые хобби. Возраст не зависит от категории, к которой мы относимся, а зависит от состояния души, состояния сердца. Я не раз об этом говорю, потому что вот ваши действия, ваши поделки, ваши творческие выступления в художественном одежде, ваши достижения в спортивных мероприятиях – вот это все совсем другое. После насыщенного дня концерт с традиционными песнями и танцами, конечно, в исполнении пенсионеров. Ведь для них выход на пенсию – это не приговор, а лишь начало новой интересной жизни. Александр Старков, Елена Петрова, Максим Пустовалов. РЕН-ТВ. Саратов.